Борис Сергеевич, почему вы выступаете против отделения от России северного Кавказа? Ведь наличие этих территорий и кавказская оккупация как раз и приведет русский народ к гибели, а Россию к распаду. С точностью наоборот. Как мы можем, вот с такой легкостью, как сегодня говорят, хватит кормить Кавказ, карты печатают без Кавказа, за ту землю, за которую мы положили тысячи и тысячи солдат. Я имею ввиду не только сейчас сеченскую кампанию. Сеченская кампания это грязная политическая авантюра Ельцина и его команда. Я имею ввиду раньше. Я был знаком практически со всеми президентами Кавказа, кроме Дудаева. Причем с некоторыми из них, как с коколом царства небесное, мы были очень дружны. Или как это принято говорить, с семьями, да? Это абсолютно здравомыслящие люди. Понимающее одно, что нельзя допустить распада страны. Ведь нас сегодня искусственно стравливают. У нас развязали войну в стране между коренными народами. Ведь так остро, как сегодня, вопрос не стоят. А ведь дальше будет только начало. Только начни, отрежем мы Кавказ. Что со всеми русскими, которыми там живут? А их там очень много живет, ошибаетесь? Со всеми русскими? Чтобы завтра получить на территории Кавказа НАТОвский полигон? А я, встречаясь с диаспорами, всякий раз говорю, они со мной соглашаются. Я думаю, вы что? Сегодня ведь нас абсолютно искусственно стравливает. Вы обратите внимание, запретили мою книгу об отношении русских к коренным народам России. Где я выступаю против лозунга «Россия для русских». Где я цитирую и доказываю о том, что Россия сильна только когда мы, как ковер, ниточка к ниточке спрятены. Иначе распадается. Что мы, как изба, которую нельзя рассказывать по бревнушку. Эту книгу Ивановский областной суд запрещает. Чего они хотят? А вы не забывайте, что этот суд находится под менем. Чего они хотят? Они хотят нас травить между собой. Вы что, думаете, мы отделим Кавказ и все утихомирится? Мы что, после развала Советского Союза, помните, орали? Нам прибалтика не нужна, что мы их кормим, и все, вроде кого-то кормим. Хотя так и есть. Потому что в советское время самое большое производство молока и мяса было в коренных областях России. Производство. А на душу доставалось меньше всех. Это не сегодня началась политика уничтожения русского народа. Хорошо, давайте отрежем Кавказ. И плевать нам, что завтра там будет база НАТО. А что делать потом с Тулой? Вы что, думаете, это затихнет? Да потому что нам было приготовлено. Значит, сначала Чечня. Мы ее давим, никто не ожидал такого сопротивления. Помните, как заявлял министр обороны? Одним полком, совершенно верно, одним полком. За день мы их задавим. Но дальше-то готовилась дува, где русских выкидывали из троллейбусов за русскую речь. Тогда потом нужно будет у нас вырывать мусульманский блок. Это тоже чужие. Мы что делаем? Своими руками разваливаем страну? Вы что, думаете, это Чечня монолит? Вы посмотрите, что там делает... Как он, не президент, глава, да? Он же отказался, президент. Кадыров. Последний материал Политковской в новой газете. Как сжигают, часто вместе с родителями, усадьбы тех, кто уходит в горы воевать с Кадыровым. Чеченцы уходят. Потому что клан Кадыровых, как шутят сами чеченцы, если у тебя со стола упала серебряная ложка, до пола она не долетит. Кадыров ее успеет схватить. Это чеченцы шутят сами. И там ведь идет война, только почему-то нам все про Дагестан расскажут, а про Чечню нет. Уже. Потому что напугали убийством Политковского. Понятно, кто убийца. Заказчик. Так что, давайте отрезем. И начнем кромсать и резать Россию. Что останется? Снова вернемся к московскому государству. Только уже русских не будет. И вот вместо того, чтобы сделать одно маленькое действие. Сменить в Кремле власть. На власть, которая будет работать в интересах страны. Сменить в Кремле власть. Сменить в Кремле власть.